Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали и сегодня у нас экстренные новости по грядущим обновлениям. И изменениям в Старстейбл онлайн. Новости не заставили себя ждать, так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... Поехали! Разработчики опубли... Разработчики опубликовали новый календарь на следующий месяц на июнь, в котором рассказали о всех грядущих событиях. Обновление 7 июня Радужные лошади в небе. К нам возвращается в фестиваль Радуга, в котором опять будет происходить очень много разных событий. А одно из них это первые лошади данного фестиваля, которые будут продаваться исключительно на облаках, то бишь в Облачном Королевстве. Там будут продаваться две лошадки, это магическая Аполлуза и магическая дикая лошадь. 14 июня гонка с Катей и Мартифой. Нам нужно будет взять над Катей верх, при этом во время фестиваля, который все еще будет продолжаться. И это, кстати, тоже первый год, когда фестиваль будет длиться аж 4 недели. Так что не забудь запастись терпением, чтобы зарабатывать жетоны и проходить гонки. Обещают какое-то новое изменение данного фестиваля. И самое важное 20 июня новое ты обновление игровых персонажей. Вот он шаг, который мы ждали несколько лет и который уже смотрит из-за горизонта в нашу сторону. Уже в июне 20 числа, заметьте, это будет первое обновление во вторник. Поставьте себе специальную галочку на этот день, что обновление будет не в среду, а именно во вторник. Мы увидим новых наших персонажей в обновленном виде и в обновленном редакторе. Напоминаю, что теперь вы сможете переделать своих персонажей не только в конюшне, а также в любом из салонов красоты по Юрвику. Так что запастись терпением, осталось ждать недолго. 28 июня новая гонка и препятствия в загоне Дундула. Недавно нам добавили уже одну гонку в загоне в Мистфоле. И в это обновление нам добавят еще одну. А также завезут магических лошадей Дрелину и Кампас. Вместе с данным календарем нам еще опубликовали мини-бета-версию редактора персонажа во время регистрации. И сейчас вместе с вами мы посмотрим, как же будет приблизительно выглядеть новый персонаж. Итак, добро пожаловать на страницу нашего персонажа во время регистрации. Это некая демка, чтобы посмотреть приблизительно, как что будет выглядеть. Заранее напоминаю, тела будут добавляться, типажи лиц и формы лица тоже будут добавляться постепенно. И эта бета, возможно, во время обновления кардинального нашего персонажа, вариаций будет намного больше. А это просто пробник. Ну и плюс разработчики уже писали, что они будут развиваться, будут добавлять новые телосложения, новые лица, типажи, тон кожи, возможно. А также особенности, такие как веснушки, витилиго и шрамы. Но это все будет в далеком будущем. А пока что давайте изучим данный редактор. Не пугайтесь, я специально сняла с этого персонажа абсолютно все, что можно. И одела очень простую одежду. Давайте посмотрим первую вкладочку. Это типажи тел. В данный момент у нас их всего шесть. И по-моему их переделали. Во время первой беты они были другие. Но давайте же полистаем. Первое телосложение является самым худым из предложенных. И если честно, меня оно как бы устраивает как игровое. Но не могу сказать, что оно худое. То, что у разработчиков проблемы с талией и грудью. Я соглашусь, это кардинальная гигантская проблема. Следующее телосложение более пышное. При этом руки и ноги не сильно-то и меняются. Ну чуть-чуть может быть. Вот может основного персонажа я, кстати, создам с таким телом. Но я еще не знаю. Следующее тело добавляет нам уже больше мышц в плечах и в ногах. Но все равно тело выглядит очень мускулистым, даже слишком. Я думаю, что игрокам редко кому может понравиться такое телосложение. Далее форма тела груша. Плечи узкие и широкие бедра. Даже слишком широкие. Я не знаю, я не хочу уже ничего не комментировать с этими телами. Потому что я уверена, те комментарии, которые польются от игроков после обновления, заставят разработчиков передумать и пересмотреть свои телосложения. Потому что они слишком неподходящие, скажем так. Можно было бы сделать и получше. Следующее телосложение талии нет вообще. То есть, в принципе, тело точно такое же, как вот эта форма груши, но вообще невыраженное, полное. И последнее тело у нас это очень полное тело. Такое вот. Поскорее бы, если честно, они добавят бы побольше вариаций телосложений. Потому что если они добавят всего лишь эти три ячейки, то я даже не сомневаюсь, что все будут выбирать самое худенькое. Вот это, которое не худое, не худое, но стандартное, но не худое. Можно было бы еще похудее сделать, потому что, ну, не знаю. Ну, я, может быть, сделаю себе вот такое вот, потому что это прям один в один мое телосложение. Исключительно из-за этого ставлю данному телу плюсик. Дальше у нас идет скинтон. Давайте же посмотрим абсолютно все оттенки. И, говорю сразу, вот с самого верха мы начнем, это самый просто в рви глаз. Значит, у нас есть очень темное, потом больше ржану отдающее. И вот так вот постепенно... О, кстати, надо запомнить, вот этот очень красивый оттенок. Вот так вот постепенно у нас меняется тон кожи. К лотина. И уже к европейскому типажу. И я не наблюдаю азиатского оттенка. Вроде бы в спойлерах были какие-то азиатские оттенки кожи. Может быть, они имели в виду вот этот, чтобы немножечко отдавало желтизной. Хотя нет, у нас есть бледный, есть... Наверное, вот этот я не имею в виду, как азиатский тон кожи. Я не знаю. Ну, в общем, оттенков тоже как-то маловато. Ну, точнее, не маловато, а тот конкретный оттенок, который хочется сделать на персонажа, отсутствует. Вот, к примеру, они могли бы сделать два тона светлой кожи. В холодной гамме и в более розовой. Ну, я думаю, мне подойдет вот такой. Да, если что, сейчас я буду создавать как будто бы себя. Так, с лицами гигантская проблема. Я не обращала на это внимания вплоть до сегодняшнего дня, до вот этого вот момента. С лицами все очень-очень плохо. Так, давайте, чтобы не было совсем страшно, я все-таки добавлю какие-то брови. Давайте вот эти вот. Потому что я не могу, это слишком смешно. Значит, да, у нас вроде бы вот такое лицо. Вот такое. Самое обидное, что, допустим, тот типаж лица, который я хочу себе сделать, основываясь на челюсти и самой форме лица, почему-то приписан горбатый нос в этом редакторе. Вот такие вот разные все лица. Вы можете перейти, кстати, по ссылке в описании и самим попробовать что-то создать. А точнее попробовать посмотреть, как же ваш персонаж будет приблизительно выглядеть после обновления 20 июня. Ну вот, то есть, да, вот я бы не против такого лица. Да, кстати, кажется, очень похож, но нос, но нос портит все. Губы даже, может быть, примерно такие же, хотя нет, форма другая. Но вот этот нос клювиком, нет, я не имею ничего против носа клювиком, но не в этом лице. Почему нельзя выбирать нос отдельно? Вот есть такие вот еще. О, вот тут что-то как-то не то. И вот такое еще лицо есть, так что да. Вот такие вот у нас лица, непонятные как-то, странные. И выбирать вот что-то, чтобы нос был прямой и с широкой челюстью, с широкой головой. По-моему, тут всего лишь три таких лица, и вот придется из них выбирать. Дальше у нас есть вкладочка с макияжем. Макияжа тут немного добавили, всего лишь пять видов. Первый это слегка оттенок на губах и прокрашенные ресницы. Потом вот этот, кстати, один из моих обожаемых макияжей. Но тут он выглядит слишком броско, чем на нынешних персонажах. Потом вот такой вот более гламурный. Смоки айс. И вот такой вот тоже макияж с нашей любимой родинкой. Но! Но-но-но-но-но-но! Я знаю, что будет вот точно такой же макияж, по-моему, но без родинки. Это я вам говорю с видео, которое я видела раньше. Далее у нас идет цвет глаз. Макияж я, пожалуй, оставлю вот... Ну, я не знаю. Давайте вот такой вот обычный я оставлю. Дальше у нас идет цвет глаз. Количество цвета глаз, по-моему, оставили такое же, какое и было. Очень много оттенков карьего. А, добавили еще вот такие вот. Я не помню, были ли такие глаза. Мне кажется, нет. И очень-очень, прям почти черные глаза у нас есть. Ну, а всякие фиолетовые, розовые и сиреневые у нас были. А еще у меня такое чувство, что был какой-то более небесно-голубой оттенок глаз. Может быть, это они? Не, мне кажется, был еще какой-то оттенок глаз. Но я их не нахожу. Ну, ладно. Так, делаем вот такой вот более... Более-более мини... Вот такой вот более... Вот, да, наверное, такой вот более огненный. Брови. Очень трудно мне понимать форму брови. Вот с такими картинками мне приходится их прощелкивать. Я посидела немножко до этого видео в редакторе. И вот с бровями какие-то проблемы. Проблемы, что... Ну, непонятно. Вот они тут какие-то размытые, нечеткие. Я надеюсь, что в редакторе они потом будут отображаться по-другому. На самом деле. Да, вот такие вот. Есть вообще полосочки. Струночки. Так, где какие-нибудь... Какие-нибудь бровки. Ну, кстати, вот, наверное, вот эти вот. Либо вот эти, либо... Как сложно-то. Ну, давайте вот эти я себе оставлю. И нам добавили, точнее, дали возможность примерить на себе девять причес... Восемь. Восемь причесок. Самые разные. У нас есть корешка зачесанная на бок. Если честно, она мне вот с этой стороны нравится. Но вот с этой стороны она мне не нравится вообще. Ну, это как-то смотрится вообще не очень. И вот такие вот сейчас добавлены цвета этих... Этой данной прически на пробу нам. Вот это, кстати, круто. Вот это круто. Потом вот такие вот есть. То есть вот оттенки блондинистого у нас в игрушке и остаются. Это... Да, вот такие вот классные отстрижки. Оттенки. Следующая у нас корешечка. Которую мне очень сильно понравилась. Я надеюсь, что она есть у меня в конюшне. Просто я не помню, как выглядит ее старая моделька. Вот такие рыженькие, блондинистые. Черные, розовенькие. Черные, с цветными прядями. Вот это, да, да. Это мне понравилось тоже очень сильно. Потом такой бордовый. Прям обожаю этот цвет волос. Серебристый. Все, моя Селина Рейнвуд будет счастлива от данной прически. Рыженькие. И вот такой вот каштановый цвет. Далее у нас идут дреды. Дреды еще очень плохо здесь затекстурированы. То есть вы видите какое-то пятно. Его быть не должно. Но так как это всего лишь пробник-редактор, как бы посмотрим то, что есть. Ну вообще качество просто какой-то пластилин целиком и на голову. Надет. Да, вот особенно на светлах вы можете видеть, что... Ну это слишком сырой редактор. Даже для пробы. Ну в принципе, кстати, ничего. Мне нравится. О, прям русалочка какая-то. Как бы после этого не создать еще там пару аккаунтов. И кто-нибудь из них будет русалочкой. Вот так что дредики у нас будут. Потом хвостик. Думаю, одна из будет фаворитных причесок для выездки, для соревнований. Рыженькая, блондинистая, черная, розовая. О боже, какой красивый сиреневый цвет. Я надеюсь, такой цвет вообще потом добавят на каждую прическу. Вот такой серебристый. Ну точно, у меня селиной обзаведется целой кучей причесок, потому что серебристых волос до этого было очень-очень мало. Именно серебристых. Не серый цвет, а серебряный и не белый. Так, далее у нас еще одни дреды. Только вот такие, вот в стиле семейки Крутц. Тоже рыжие, блондинистые, черные, розовые. Черные с синими... С индигоферно цветом, наверное, концами. Седоватый? Ну серебристый, да ладно. Бордовые. Вот такие вот русские, темно-русые. О боже, это... Я знаю, как это выглядит прическа в старом виде. Это смотрится круто. Это очень круто. Мне нравится. Вот к прическам нету никаких, к вам, претензий, как к самим персонажам. Так, и еще одна прическа, которая идеально подойдет для соревнований. Это челочка с хвостиком. Прямо обожаю такую прическу. Прическу. Вот такие вот цвета, как они смотрятся. Мне нравится. Вот честно, вот когда начинаю перелистывать прически, все. У меня желание поскорее обновить, пожалуйста, персонажа. Я хочу причесок понакуп... Я хочу понакупить себе разных причесок. Не знаю зачем, не знаю почему, но надо. Но очень хочется. Следующая у нас прическа... Не могу, к сожалению, отдалить персонажа. Ну, длинная, вообще такая, на бок. Так, прическа волнистая, очень классная. Не любила эту прическу в старом виде. Рыженькие, блондинистые, черные, розовенькие, бордовые. Ой, как это красиво. Серебристые, сиреневые, голубый, неоновый-голубой, неоново-синий. Потом у нас темно-русый. Еще одни розовые. В чем разница? По-моему, нам случайно добавили два абсолютно одинаковых цвета. И вот такие седые, бретеные седые. Боже, как это красиво. Так, и у нас осталась последняя прическа. Это, насколько я помню, прическа такая. У нее еще острые концы были по бокам. Она очень похожа на ту, которую все любят носить. Которая, как ее, либо блондинистая с синими концами. А нет, либо синяя с бирюзовыми концами. Либо каштановые с осветленными концами. Вот есть похожая прическа с очень торчащими концами. И как будто бы вообще без щелки, без какого-то объема. Вот кажется, это она. И, насколько я помню, в видео с Бетой это будет самая длинная прическа. То есть, самые длинные волосы. Вы здесь можете немножечко разглядеть длину. Они будут очень-очень длинные. Каштановые. Рыженькие. Блондинистые. Черненькие. Розовенькие. Хочу фиолетовые. Тепно-русые. Очень прям белые практически. Это бордо. Сколько оттенков. Я в оттоге. И вот такие вот еще есть. Ну все. Мэри Джейн. Красота. Мы посмотрели все прически. И, наверное, я бы оставила себе... А давайте я возьму сейчас вот эту. И сделаю ее вот такой. Вот такой. Вот значит, далее у нас идут шлемаки. Мне очень нравится, как они влияют на прически. То есть, прическа сильно не меняется. Но текстуры вроде бы не торчат. Это уже хорошо. Мне прям нравится. Вот тут несколько шлемов. Кепок. Да, кепочки наши любимые. Где-то более старые, где-то более новые. Ковбойские шляпки. Ну это, по-моему, все нового поколения. Да, все нового поколения. Вот такие ковбойские шляпки. Ну, слушайте, мне нравятся, как сидят зимние шапочки. Вот, кстати, это, по-моему, самая старая моделька из всех предложенных. Шапочки. Вот зимние шапки мне нравятся, как сидят. Самые, по-моему, последние из добавленных во время зимнего ивента. Деревушки Санты. И вот так вот еще. Нет, давайте билинг. Вот. Мне нравится. Вот в шапочке вообще шикарно. И шлем. Мне интересно, как будет смотреться мой любимый шлем, который продается за тысячи с чем-то шиллингов в Ярлхейме. Его тут, к сожалению, нету. У него, правда, характеристики ниже. Но он мне больше всех нравится. Так, и вновь мы возвращаемся к телосложению. В попытке немножечко приодеть данного персонажа. Вот так вот выглядят новые курточки. Пиджачки разные. Ну, можно я просто ничего не буду говорить. Просто посмотрим вместе с вами. Хотя вот куртки мне понравились. Даже на более плотненьком теле. Но в случае с самым объемным телом, там одежда сидит, конечно. Ну, что сказать. Ну, вообще как-то не очень. И это претензия не к телу. Это претензия к разработчикам, что они не очень так кардинально проработали момент с одеждой. То есть, как одежда будет сидеть на персонажа. То есть, с футболками еще более-менее. А вот некоторые куртки. Ну, там прям текстура просто растягивается очень сильно в некоторых местах. И здесь вроде бы нет. По-моему, вот, да. Вот очень сильно меняется текстура. И вот этот узор гусиной лапки на плечах вообще растянут. И вот здесь тоже. Ну, вот из-за этого выглядит это вообще как-то не очень симпатично. Говорю, опять же, это не к телу претензии. Это к... Вот, да. И вот эти вот куртки тоже. Смотрятся вообще не очень приятно глазу. Ну, да. Это претензия к разработчикам. Так, ну, давайте я верну себе вот этот... Ну, давайте вот этот. Ладно, ладно. Я же себя создаю. Вот это тело. Я бы курточку взяла. Но я так люблю вот эту водолазку, которую я купила черную, что я возьму сейчас вот эту. Перчаточки. Пока что с руками все плохо. Они без эмоций просто такие культяпочки. Но просто я надену на них черные перчатки. И смотрятся эти черные перчаточки. Очень-очень классно. И штанишки. Штаны Клёш. У меня раз... Вообще, как бы... Если бы можно было бы, я бы о них и не говорила. А нет, это широкие штаны. Вот зимние так смотрятся ничего. Симпатично. А вот все остальные мне вообще не нравятся. Вестернские. Давайте 70% они мне будут нравиться. 70% за. За то, как они сидят, как они смутся. Ох, что себе такие черные женищики. Что-то здесь непрочечное. Так, юбки. Ничего не буду говорить. Просто юбки. Я, кстати, на старых персонажах юбки не особо носила. И шорты. Вот шорты даже лучше. Лучше, чем наши юбочки. Такие вот шортики пляжные, обычные. Очень симпатичные. Модельки, я имею ввиду. И вот, любимая категория. Спортивные брюки. Для езды верхом. Вот они смотрятся классно. Мне нравятся. Иногда, опять же, что-то где-то растягивается. Текстура. Но, в принципе... Вау. В принципе, мне... Оу! Мне нравится. Как будто жабры тут какие-то. Джинсики. Вот джинсики. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все отдам ради джинс. Вот эти клетки. О! Я знаю... Я знаю эти штаны. А я их купила на основу. А я не помню. Надо будет купить. Понятно. Вот красненькие и зелененькие. Так что вот такие вот у нас тут брюки. Штанишки. Вот с ними все. Меня все устраивает. Ну, давайте честно посмотрим на все остальные типажи тел. Тела мне не нравятся. Тела мне... Вот, кстати, вот тут слишком, мне кажется, выпирает. По сравнению со всем остальным телом, как-то слишком выпирает. Тело, кстати... Мне нравится тело. Вот если не поворачивать, меня устраивает тело. Ну, может быть, чуть-чуть сгладить вот этот резкий в бедрах. И немножечко плавнее сделать попу. А тело вообще красиво. И это тоже ничего. Вот как-то... Ну, почему груди нет? Была бы грудь и вообще я бы ничего не сказала. Ну, вот вы заметили, что у разработчиков... Вот где грудь, как бы... Ну, да, она должна быть и она есть. Ну, вот на самом широком теле. А где в остальных? Ну, вот тут есть. Вот тут нет. Вот тут нет. Вот тут... Ну, почему? Почему тут нету ничего? Это не честно, я считаю. То есть опять мы будем спасать своих персонажей путем покупки вот кофт, где просто узор такой, как будто и что-то есть. Ну, в общем, это просто обидно. И это очень обидно. И очень моя любимая категория это обувь. Посмотрите, какие ботинки. Вот у меня такие же в жизни были. Я их обожала. Какая обувь! Какая обувь! Ну, просто упакуйте все. Упакуйте все. Как, правда, сидят сапоги, мне не нравятся. Слишком они смотрятся даже на худом теле. Ну, как-то... Не знаю. Что-то как-то... Ну, нет. На худом, да. Но только на худом они смотрятся симпатично. А на остальных они слишком вширь куда-то идут. Вот разные сапожки тут. Красивенькие. Дальше вестернские. Ковбойские. Делайте, ковбойские сапоги. Ну, они просто не привязаны к голени. Это же голень. Я правильно назвала. Так. Вот они смотрятся ничего. Дальше у нас пониже ковбойские сапоги. Низкого такого. Тоже хорошо смотрятся. И, внимание, у нас есть шлепанцы. У наших персонажей появились пальчики. Наконец-то я буду хотеть гулять по пляжу в жаркий летний сосочный день. Так. И вот такие вот еще ботинки. Я раньше к ним как-то вообще параллельно относилась. Потом вроде как полюбила. А сейчас вообще понимаю, что я потрачусь на них. Потому что черные и коричневые. Мне прям очень сильно нравятся. Не знаю зачем. Я в сапогах обычно езжу или в кроссовках. А тут ну как-то прям хочется. И вот такие старые модельки. Нет, вот по-моему новая моделька. Но типаж старых это сапоги. Вот такие зимние. Уги! Не уги, а как снегоходы их называют. Тоже очень классно. Красиво смотрятся. Так. Ну давайте вот вернемся к ботинкам. Ботинки. Да. Вот. Вот так вот. И что же у нас вышло? Та-дам! Так. Нет. Честно. Будем честны с самим собой. Ну наверное... Ну да. Слушайте. Ну прям вылитая я. Мне кажется я похожа на себя здесь. В общем к одежде претензий практически никаких. Перчатки, сапоги, то бишь обувь, брюки. Все меня устраивает. Прически прям вообще очень хочу скупить. Почти все стрижки этого мира. Вот. Претензии к лицу и к типажам тел. То есть нет. Мне повезло. Я нашла вот этот типаж. Как бы его только не забыть, не потерять. Который меня устраивает. По всем пунктам. Но не всем же повезет найти типаж. И некоторые в жизни худеют вот этого типажа. И они хотят сделать себя в ССО. А пока что этого нет. Но вообще это просто демка такая. Пробничек. Так что посмотрим что будем дальше. А на этом видео подошло к концу. Спасибо что посмотрели его. Поставьте лайк и напишите комментарии. Как вам демка? Боитесь ли вы этого обновления? Ждете ли вы его? Или вы в расстроенных чувств 50 на 50? Как я. Потому что. Как бы. Ну тут. Старое. Новое. Новое. Не совсем доделанное. Не совсем доработанное до конца. Вот. И это пугает. Ну и плюс. Те кто играют очень давно на наших персонажей. Конечно же уже к ним привыкли. Несмотря на то что. Мы все с 17-18 года. Мечтаем уже обновить наших персонажей. До достойной модельки. Мы уже к ним привыкли за столько лет. Вот. Так что. На этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. А также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!